Это так называемый проходной выключатель. Применяются такие выключатели довольно часто в длинных коридорах и больших помещениях. Нужны они для того, чтобы включив свет, допустим, в начале коридора, мы могли его выключить в конце коридора. Либо же включать свет в одном углу спортивного зала, а выключать в другом углу. Давайте на примере простой схемы рассмотрим принцип его работы. Когда нижние контакты замкнуты, есть путь прохождения электрического тока, цепь у нас замкнута и лампочка горит. Все это точно так же, как в случае с обыкновенным выключателем. И любым правым и левым выключателем мы можем включать и выключать свет. Допустим, мы нажали кнопочку правого выключателя, он сейчас выделен красным, и разомкнули цепь, лампочка у нас больше не горит. Как можно включить эту лампочку снова? Можно нажать кнопочку левого выключателя. Когда оба выключателя находятся в верхнем положении, у нас получается замкнутая цепь по верхней для выключателей линии. И есть, конечно же, путь прохождения тока, который я обозначил красными стрелочками. В данном случае замкнутая цепь позволяет, конечно же, работать любым электрическим прибором, которые управляются с помощью таких выключателей. Давайте посмотрим, что произойдет, если, допустим, мы снова нажмем кнопочку правого выключателя. В этом случае, контакт отходит от верхнего провода и замыкает нижний провод. Но нижний провод у нас в левом выключателе ни к чему не подключен. И в результате цепь размыкается и лампочка гаснет. Сколько бы раз мы не щелкали любым из этих выключателей, ситуация будет повторяться. Свет будет включаться и выключаться из любой из двух точек, в которых установлены эти проходные выключатели. Их иногда еще называют коридорными. На этом все. Надеюсь, что после такой простой и наглядной анимации у вас не возникнет сложностей для того, чтобы установить парочку проходных выключателей у вас где-нибудь в коридоре. С вами был я, Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока.